Изменения в Науляновской больнице начались с поликлиники. Ее основательно отремонтировали, но дальше дело не пошло. То ли смена главврача сыграла свою роль, то ли смена профильного министра. Крайних, как говорится, не найти. Да и не в этом суть. Больница нуждается в полноценном, комплексном обновлении. Корпусов много, а по факту на них не заложена даже проектно-сметная документация. Если мы выделили деньги на изготовление проектно-сметной документации, то когда выделили? Когда, так сказать, деньги должны быть освоены? Когда мы получим продукт по результатам освоения этих денег? Когда? Ничего, больше ничего личного. Мы бы сейчас за одну секунду, за одну минуту точно бы уже ответили на вопрос. А мы сейчас стоим пять минут, рассуждаем друг на друга, смотрим, кто же нам хоть что-нибудь скажет. Недолгие размышления и вывод. Начинать прямо сейчас не получится. Все, как обычно, упирается в финансирование. Казалось бы, средства 2017 года выделялись по местным меркам внушительные, но не вполне достаточные, заявили медчиновники. Гвоздка всегда бывает в выделении достаточного финансирования под определенные объекты. На 2019, 2020, 2021 год средства на ремонтные работы в хирургическом и терапевтическом корпусе завезены не были. Поэтому проектно-сметная документация мы будем изготавливать, изготавливать, когда сейчас примем определенные решения на трехлетний период, заведем определенные средства на контракты нескольких лет. Скорее всего, это по поручению губернатора будет 2020-2021 год. В доказательство, что средства не будут потрачены впустую, медики предъявляют конкретные планы по реконструкции каждого из корпусов. Как только утвердят ПСД и выделят деньги, работа закипит. Сейчас первоочередная задача перед нами стоит. Это замена всех оконных блоков с откосами и входной группы на скорую помощь при входе в хирургический корпус. Это будет сделано уже в ближайшем время, надеюсь. Глава области указал на проблему отрасли в целом. Не недостаток финансирования приводит к откладываниям ремонта до лучших времен, а безинициативность профильных министров и прочих ответственных лиц. Найти финансирование – это работа главы отрасли. Здесь тогда мои поручения. Если господин Панчерко не исполнил те поручения, которые мы давали здесь, приходя в последний раз, тогда я его просто нахожу. Если я увижу, что это хронички не исполняются, тогда я его уволю. Павел Петриков, Анжела Забашта, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Субтитры сделал DimaTorzok